Девушки отдыхают Скажи сколько хочешь Скажи сколько хочешь Скажи сколько хочешь Скажи сколько хочешь Что с того, что я читаю Нью-Йорк Таймс? Надо приобщаться к вечному. Все должны читать Нью-Йорк Таймс. Раз ты живешь в Лондоне, тебе не помешает иногда читать Ивнинг Стендард. Ивнинг Стендард не газета о почтовой марке. Если тебе нечем накрыться во время сна, покупай Лондон Таймс. Может мне в таком случае прихватить экземпляр и для тебя? Демпси! Осторожно! Демпси! 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 Её угнали вчера от супермаркета в Иглингтоне. Вы, конечно же, оставили на ней свой автограф. Даже странно, что вы не разнесли всё в округе. Вы шутите? Он ехал прямо на неё. Её подбросило в воздух, как пушинку. Мне нужно было помахать ему ручкой. Её звали Джанин Мартин. Делали у неё обыск. Как раз собирались. Думаю, мы поручим это Чезу. Она жила одна, шеф. Работала в небольшом агентстве. Я не краснокожий, Мейклз. Я детектив, инспектор полиции. Называйте меня как угодно, но я для вас, сэр. Никак не избавитесь от дурных привычек. Не теряем надежды, сэр. Так что-нибудь известно? Абсолютно ничего. Если не считать имени и адреса. Вот как? Кто-то очень постарался. Поручите это нам, шеф. Гори мне. Что с вами поделаешь? Начинайте копать. И постарайтесь не увлекаться стрельбой на улице. Вы просили меня приехать, министр. Я явился. Девушка мертва. Необходимо кое-что предпринять. Да. Несомненно. Вы, вероятно, знаете, кому она звонила? Судя по всему своему дружку, у меня это мало интересовало. Она вечно с кем-нибудь ругалась. Так их было несколько. Один здесь, один там. Обычное дело. Но кому-то она уделяла больше внимания. Возможно. Но меня это не касается. В каком смысле? В том смысле, что у меня своих дел по горло. Я занимаюсь фотографией. Все же, если вы что-то знаете, я хотел бы это услышать. Иначе мне придется сделать ваше фото, чтобы не забыть. Он мне угрожает? Нет. Пока нет. Вы говорили что-то про ее дружков. Да, вы рано или поздно об этом узнаете. Я, краем уха, слышал, что она путалась с каким-то политическим деятелем. Только не спрашивайте с кем, я не знаю. Это не мое дело, я в это не совался. Вы просто делаете фото. Если бы хоть минуту послушали, о чем щебечут эти девицы, у вас бы глава кругом пошла. Жизнь и так тяжела, да еще и умирать. Простите? С кем она щебетала? С одной фотомоделью. Вы же их знаете, они и пяти минут не могут помолчать. Вас можно пожалеть. Где можно найти ее подругу? Там же, где работала Джанин. Ее зовут Люси Гартер. Спасибо. Он снимал его в магазинах. Он снимал его в магазине на Бонд-Стрит. Последний крик моды. Его дарят не столько женам, сколько любовницам. Ну, ты знаешь. Я-то знаю. А вот откуда знаешь ты? Почему бы и нет? Я его покупаю. Да как тебе его рассказ про девицу? Не в первый раз у кого-то находится ухажер не где-нибудь, а в парламенте. И она не первая его жертва. Да, но как выяснить, ворваться в Вестминстер, крикнуть, кто из вас волочится за молоденькой. Беда в том, что всполошатся все. Вот в чем дело. Люси! Люси! Что такое? Что случилось? Она мертва. Джанин! Ее сбили на Фулхэм Роуд. Насмерть. О чем ты? Кто тебе сказал? Говорю тебе, она мертва. Мне сказала Рори. Легавые были в ателье у Клаева. Они видели, как все было. Боже. Ее убили из-за этого. Пол, скорее всего. Что теперь делать? Ну, перестань. Успокойся. Надо по всем рассказать. Перестань. Надо обратиться в полицию. Ни в коем случае. Мы сами по уши в этом дыре, мякс. Люси весьма легкомысленно обращается с почтой. Отсюда ее ничего не стоит украсть. Обычно она падает на пол. Люси явно в отъезде. Что сказали соседи? Ничего. Не слыхали и не видали. Месяц назад играла музыка. Прямо-таки человек-невидимка. Ну и соседи. Не обращать внимания на красотку. Их больше интересуют американские туристы. Думаю, здесь все. Мейкпит. Дэмпсин. Замочек довольно хилый. Нам надо проявить гуманность. Представь, девушка пошла в ванную, позвонил в телефон. Она вышла. Подскользнулась. Нам нужно все проверить, посмотреть. Нет. Сломанная нога или того хуже, сотрясение мозга. Она лежит не в силах добраться до телефона. Совершенно беспомощная. Что нам остается? Пол. Пол. Что будешь пить? Бишки? Мне нужна помощь. И чтобы между нами. Ты же знаешь меня, Пол. Честнейший Арч Уортон, настоящий друг. Двадцать фунтов хватит? Это немного. Тогда ненадолго. Да, совсем ненадолго. Я спешу? Конечно. 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 У красавицы Люси, с Беллаши, очень даже неплохо. Знаешь, Мэгкис, ты избрала не ту профессию. Это что, комплимент? Нет. В последнее время она много путешествовала. И где она была? Неделю назад в Амстердаме. На чем ездила? Летала. Туда и обратно. Есть даты. Интересно. Джанин? Да, Джанин. Может, и она ездила? Это нужно было сделать. Ей это было свойственно. Она продала бы нас, не раздумывая. Другая девица ни при чем. Я проверял. Вы уверены, что это необходимо? Я понимаю. До свидания. Что он сказал? Люси придется немедленно убрать. Ей занялась полиция. Мы не можем рисковать. А как с ее дружком Дэйсон? Его тоже. Так поставки продолжаются? Конечно. Нас никто не тронет. А полиции говорить нечего. Чез занимается в офисе бумагами Джанин. Чем займешься ты? Канцелярской работой. Так я и думал. Послушай, подбросим меня в одно место. Демпси, 50% нашей работы – обработка фактов. Ты не можешь закрывать на это глаза. А разве я закрываю? Ладно, но ведь одна команда. Свои 50% я отработаю, бегая по городу. Потом сочтемся. Что это значит? Ты же просил меня подбросить тебя в одно место, помнишь? Какая у тебя душа, Гарри? Поистине стальная. Ты абсолютно в этом уверен, Крис? Ладно, спасибо. Что такое? Может, ты хочешь променять нас на нечто подобное? Это не по мне, сэр. И потом мне будет вас так не хватать. Я навожу справки от Джанин и Люси. И что? Кое-что есть, но вам это не понравится. Мне к этому не привыкать. Рискни. Ладно. Джанин и Люси регулярно летали. В основном в Амстердаме. Как курьеры? Это не имело никакого отношения к их работе. А дружок Джанин? Что известно о нем? Именно это вам и не понравится. Я же сказал, рискни. Хорошо. Мы узнали, что Джанин была связана с кем-то из политиков. Имена неизвестны. Поэтому пришлось порыться в записной книжке, которую нашел Чет. Не хочешь ли ты сказать, что туда в алфавитном порядке записаны все тори? Если так, я начинаю громко смеяться. Вот так. Попытаетесь посмеяться, услышав имя Ричард Клернген. Он из Министерства иностранных дел. Я обнаружила этот номер здесь. Без имени и без адреса. Не составило труда выяснить чьим. Продолжай. Оказалось, это квартира мистера Ричарда Клернгена. Почтенного отца семейства и государственного мужа. Что могло связывать его с Джанин? Она хотела устроиться в министерство? Не знаю. Пока ничего не предпринимай, понятно? Газельщиков ждет праздник. Кстати, где твой высокоталантливый напарник? Я оставила его на Элберт Бридж. Он хотел немного побегать. Субтитры создавал DimaTorzok Минуту, девочки. Сюда входить не положено. Здесь занимаются только леди. Я заметил. Я ищу фотомодель. Я слышал, что у вас работает некая Люси Гартрелл. Боюсь, что вы найдете здесь кого угодно, но только не Люси Гартрелл. Ваш интерес личного или профессионального характера? Личного. То есть профессионального. Я из полиции. Ей нужна помощь. Мне надо с ней поговорить. В любом случае, здесь вы ее не найдете. В Кенсингтоне есть еще одна студия. Попробуйте поискать ее там. Я был там, а они направили меня к вам. Боюсь, я не смогу вам помочь. Помощь нужна Люси. Она попала в беду. Я об этом слышала? Не от меня. Мне надо ее найти. Послушайте. Вам надо расслабиться. Давайте пройдемся. Это Мэйк Питтс. Хорошо, что ты позвонил. Где ты? В каком-нибудь баре? А что? Тебе надоело сидеть за столом? Гарри, я выяснил кое-что про Люси Гартрелл. Подъезжай ко мне. Что значит, зачем? Ты вроде мой напарник. Я здесь вкалываюсь за нас обоих, дорогая. Тебе тоже не мешает побегать. Ладно, где ты? Да, знаю. Кстати, Спайкинг велел нам умерить пыль, пока он не наведет справки наверху. Надеюсь, ты ничего не предпринимал. Пока нет. Но постарайся не задерживаться. Мало ли что. Пока. Что вам нужно? Просто мне нужна гарантия, что ты будешь кое-чем помалкивать. Например, о кончине твоей юной подружки. Вы убили ее. Она погибла из-за вас. Обою интересуется полиция. Думаю, будет лучше, если ты какое-то время побудешь подальше от их взора. Ты и Дэвис. Кстати, где он? В машину ее. Ее дружок где-то неподалеку. Надеюсь, с ним будет проще. Все было в высшей степени профессионально. Немножко напоил ее. Все как положено. А по-моему, ты просто решил с ней поразвлечься на злом лет. Ладно, что она тебе рассказала, помимо того, что ты был великолепен. Кроме этого, она сказала, что Люси встречалась с этим Дэвисом. Она их видела? Неделю назад. Нам нужен адрес. Надо полагать, она дала тебе адрес. Конечно. Она дала мне адрес Дэвиса. КОНЕЦ 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 Вот совсем как у тебя После визита девицы Люсь Полиция Мэквис Стой! Не двигаться Отлично, Гарри Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Уверен, тебе здесь будет удобно, Люси Твой друг, мистер Салливин, составит тебе компанию Мы поладим Правда, дорогая? Успокойся, Дэвид Ты останешься здесь Ты ведь оказал сопротивление Вот как? Парочка незнакомцев вламывается в мою квартиру, а потом гонится за мной, когда я пытаюсь спастись Как бы я вас не привлек После того, как упадешь с лестницы, я расплатишь себе физиономию Понял? На кого ты работаешь? Я ничего не знаю Люси знает Где она? Я же сказал Не знаю Ты любишь путешествовать, Дэвис Как и твои друзья ведь, так? Не знаю, о чем вы Мы заглянули в твой паспорт Ты и Люси поистине Марка Пола, 20 века Что вы везли с собой? Ты хочешь помочь Люсе? Тогда говори Знаете что? Думаю, вы устроили погром в моей квартире просто так, чтобы напугать меня Я не буду говорить Гарри Спайкинс хочет кое-что сказать Тебе тоже, Дэмпси Если ты свободен Конечно Оставь его, Дэмпси Пока мы запрем его А там будет видно Мы только начали Я вернусь Интересно, как он настроен? Думаю решительно Впрочем, как знать? Ты куда-то едешь? Нет, вы А я думал, что он здесь Нет Он в Уайт Холле Комната 104 Иностранный отдел Вероятно, речь пойдет о находке Гарри А Клэрендене? Какой находке? Плод моей канцелярской работы, Дэмпси Бегая по городу, такое не раскопаешь Вы хотели нас видеть, шеф? Верно Я хочу, чтобы вы послушали, что майор Дэнби скажет по поводу убийства Его задача входит пристальное наблюдение за всеми высокопоставленными особами Не так ли, майор? Конечно же, включая Ричарда Клэрендена Судя по словам инспектора, вы узнали, что мистер Клэренден имел какое-то отношение к несчастной девушке Она мертва Я хочу сообщить вам, что мы в курсе дела, и что не может быть и речи о привлечении мистера Клэрендена в ходе разбирательства Надеюсь, вы меня понимаете? Тут что-то не так Этот человек мог это сделать? Конечно мог, иначе вы бы не стали нам говорить, что это ведь так, майор Дэнби Я рад, что вы все верно поняли Но я не понял, кто этот человек? Он занимается политикой, Дэмпси Нам следует вести себя благоразумно Дипломатия есть дипломатия Тут что-то не так Что, если он все-таки убийца? Пусть разгуливают на свободе Мистер Клэренден не причастен к убийству Вы можете в этом не сомневаться Нам здесь еще можно доверять, лейтенант Его связь с девушкой сводилась к нескольким телефонным звонкам Их содержание нам известно, как и все остальное Благодаря лично вам Раз у вас есть эта информация, может, мы могли бы получить к ней доступ? Если можно, конечно Мы, естественно, хотим вам помочь Тем более, что полученная нам информация не затрагивает проблемы безопасности Постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу Чем скорее все выяснится, тем лучше для всех нас Вы прослушаете телефон Клэрендена Кто-то покрывает убийство его любовницы Вы молодчага, майор Всего лишь винтик в машине, лейтенант, как и вы Мне до вас далеко Отменно поговорили Если бы я хотел, чтобы мной помыкали штабники, я бы остался в армии Не люблю, когда мне говорят, делай то, не делай это По-моему, ситуация ясна В дальнейшем вам придется сетовать настропливых подчиненных, только и всего Это очень мило с вашей стороны Очень мило Весьма Мы могли бы осторожно разузнать, что из себя представляет Денби А исключено? Абсолютно Я просто подумала Хватит об этом Кстати Я забыл Забыл сказать майору Денби Что мы взяли Дэвидса Он явно плутует Думаю, вы останетесь довольны товаром, мистер Феттерман Качество вашего товара всегда было безукоризненным Вы удивительный человек, мистер Ван Гилдер Еще никто не поставлял их в таком количестве и так регулярно Все дело в отличной организации Ваших курьеров ничто не остановит Отчасти им везет Возможно Но они как будто знают, где и когда удобнее повозить товар в страну Каждый раз Может вы хотите их проверить? В этом нет необходимости Почему? Потому что я их не покупаю Как хотите Я могу продать их и еще где-нибудь Не думаю Наша торговля особого рода Вы имеете дело с влиятельными людьми Они недовольны тем, как идут дела И как расходуются их деньги У нас были кое-какие проблемы с курьерами, но Вы меня не поняли, мистер Ван Гилдер Отныне вы персона нон-грата В этой стране они ничего не стоят До них никто не дотронется Советую вам обратиться к вашему начальнику Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это значит? Мы так и будем сидеть здесь всю ночь? С Люсей что-то случилось? Она пыталась связаться со мной? С чего ты взял? Не знаю, почему вы, два идиота, решили, что ее кто-то схватил Чего не бывает Так что? Что будем делать? Ждать Что-нибудь найдут Труп в реке Или в куче мусора в парке Кто знает Получается, опасно быть в фотомобиле Этот номер у вас не пройдет? Нет, это не Так ты не поможешь нам найти ее? Тогда ей не жить Пожалуйста, пойми Это невозможно, Джанин Я не могу в это дело впутываться Нам надо поговорить Мне нужна твоя помощь Пожалуйста, Ричард Ричард Одно и то же Она звонит Он отбрыкивается Она все предчувствовала Клэрендона это мало интересовало Или Ему велели не интересоваться С другой стороны, Дэвиса это интересует Хотя он это скрывает Да, это его определенно интересует Ты заметил, как он реагирует, когда произносится ее имя? Дрожит, как у лихорадки Мы его напугали Знаешь, что я думаю, Дэмпси? Еще бы Мне по душе канцелярская работа Нам надо встретиться Нет, сегодня Хорошо Позвони, когда вернешься Думаю, нам надо все обговорить Срочно Ты слышишь меня? Мне это не нравится Это один из твоих фокусов Ты же американец А мне это не нравится Но что нам делать? Может, просто позвонить и спросить, кто ее убил? Хоть сейчас, сэр Тебя-то он убедил Он прав, сэр Если Люси Гартрел грозит участь Джаннин, мы не можем ждать Надо отпустить Дэвиса Верно Если он связан с ними, он знает, как их найти Нам остается только следить за ним по пятам Но если вы его потеряете Если он явится к ним с оружием У него сделали оба с оружием, не нашли Заодно делаем обычный рейс по городу Вам здорово повезет Думаю, вечером мы уже кое-что сообщим Не люблю, когда ты фокусничаешь, Гарри Так ведь это не моя идея Трусоват Эй ты! Вернись! Как тебе наш рейд по городу? Чудесно Мне по душе маленькие белые перчатки Чарли 1-2 Он идет пешком Вероятно, к себе на квартиру Пусть идет, куда хочет Главное, не спугни его Корректор А.Кулакова Ван Гилдер? Это я. Нет. Послушай. Развалюха. Еле движется. Выключи экстренное торможение. Это я. Приезжай за такси. Куда? Что? Куда? Куда-нибудь. Все равно просто покатаемся немного. Еще немного. Чуть ближе. Поближе, дорогая. Пикап. Что? Чертов пикап. Можно от него оторваться? Нет проблем. Чарли Петь. Говори, Гарри. Чарльз, мы едем за ним. Движемся к Олд Кэнт Роуд. Прекрасно. Куда теперь? Движемся к Олд Кэнт Роуд. Сюда. Неплохо прокатились. Остановитесь. Я жил здесь когда-то. Вон там. Чарли 1-2 вызывает Чарли 5. Как слышно? Говорит Чарли 1-2. Я высадил вашего человека в Деппер парке, у школы. Три-четыре, мы в квартире. Три-четыре. Три-четыре. Где она? Мы просто присматриваем за ней на всякий случай. Зачем? Где она? На лодке. Я хочу видеть твоего напарника. Прямо сейчас. Это невозможно. У меня есть к нему дело. Он не пойдет. Пойдет. Мы их засекли. Это к востоку... К востоку от... Кинг-стрит. 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 Тихо, все в порядке. Брось пушку. Брось пушку. Вон туда. Ну. Слушай меня. Он сделал тебе больно, Люся? Нет Но какого черта? Ты развяжи ее, и чтобы без глупостей Нелегко было добраться до моего досье Спайкингс Как вам это удалось? Не буду этот рецепт моего дырби И уж, конечно, не расскажу, как я это сделал Надеюсь, вы довольны тем, что я не причастен к этой истории Да Мы объединили наши усилия Я провел собственные расследования У меня есть доказательства коррупции На самом высоком уровне У меня есть доказательства Вот и ты Встань сюда Теперь поговорим Твои дружки и я Вы хорошо устроены Буваете пылинки с начальства Он распределяет товар Первая ошибка Вам не стоило сводить Джанин с Клэрендоном Нам казалось, что так будет проще За ним приглядывать В конце концов Она испугалась Обратилась к нему И ей Ей пришлось умереть С вами было бы то же самое Если бы Клэрендон узнал про мои дела Ты очень удачно ввозил и вывозил товары страны Теперь тебе придется вывезти меня с Люси И побольше бабок Побольше Как можно больше Все в порядке, Люси Стоять! Полиция! Стоять! 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 Поехали! Дэн Дону всё рассказали только что. Думаю, он... ...стревожен. Его в жизни ни в чём не подозревали. Старались избегать скандалов. Бедняга. Кстати, будет хорошо, если газетчики ни о чём не узнают. Дэнби, точно. Он делает своё дело. В сущности он славный малый. Мы говорим об одном и том же Дэнби. Узнаю Нью-Йорк. Никакой разницы. Демпси. То, о чём я не раз говорил. Дерьмо, оно всюду дерьмо. Я ей говорю, никакой разницы. Когда мне говорят, что мои предки приплыли на Мэйфлауэр... Что? Могу я взять твою шляпу? Мою шляпу? Нет. Производство компании Golden Eagle Films. Ура! Нью-Йорк Бару Мэйфа 1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok